Царство растений Здравствуйте, мои дорогие умники и умницы! Сегодня хочу рассказать вам о вкусной и полезной ягоде. Ягоде-малине. Я малинку собирала. В рот мне ягодка попала. И вторая прибежала. Я её не удержала. Много ягод на малине. Почему же нет в корзине? Всем известна малина лесная, дикая, или как её ещё называют, медвежья ягода. Лесная, дикорастущая малина, царствует там, где подберёт себе место. В тенистых лесах, среди кустарников, по лесным опушкам, берегам рек и в оврагах. Лесная малина образует заросли, так называемые малинники. Из всех ягод на Руси малина самая знаменитая. Про неё сложено много пословиц, поговорок, песен и стихов. Не жизнь, а малина. Так говорят о тех, кому везёт. Малина и сама колючая. Да ещё и растёт рядом с крапивой. Нет малины без крапивы. Пошёл по малину, нашёл крапиву. Малину принято называть кустарником. Но на самом деле это растение принадлежит к семейству розовых. И является полукустарником. Её ветки похожи на прутья. Новые побеги светло-зелёного цвета. А вот старые приобретают светло-коричневый цвет и полны шипов. Листва у малины яркая. Внешняя сторона листа имеет зелёный окрас, а внутренняя часть листа почти белая. Цвести малина начинает в июне. Цветки малины белые, с чуть уловимым медовым ароматом. Выделяют много нектара, привлекая многочисленных насекомых-опылителей. Это и пчёлы, и шмели, и бабочки. Пчёлы, кроме нектара, собирают с цветков малины обильную пыльцу. Малиновый мёд светлый. Имеет очень приятный аромат. Замечательный, нежный вкус. Он словно тает во рту. Благодаря тому, что цветок малины опрокинут вниз, пчела, извлекая нектар, находится как бы под зонтиком и может работать даже во время дождя. Ягоды созревают в июле, августе. Обычно их называют ягодами малины. Хотя это не ягоды, а сочные сросшиеся плоды костянки. Костянка состоит из маленьких ягодок, плотно прижатых друг к другу. Внутри каждой из них прячется зёрнышко. По цвету ягодки розовые, ярко-красные или тёмно-бордовые, а по форме круглые или вытянутые. Созревают они не все сразу, а постепенно. Сначала на верхних веточках, где много солнышка, а потом и на нижних. Малина может подарить вам праздник вкуса. Ягоды дикой малины едят свежими, с молоком, со сливками, добавляют в кашу. Из малины делают варенье, джемы, мармелады, пастилу. Малина используется в качестве начинки для пирогов, для украшения тортов, для приготовления мороженого и йогуртов. Из неё делают напитки. Морсы, компоты, кисели, сиропы, квас. Сушёные малиновые листья, заваренные кипятком, могут использоваться вместо чая. Ягоды можно сушить или замораживать. Дикую малину очень любят лесные обитатели, звери и птицы. Особенно любит её медведь. Ягоды лесные эти любят бурые медведи. Не рябина, не калина, а с колючками... Малина! Конечно, Мишка очень любит малину. Малина – это ещё и лекарственное растение. Подарок природы, который наполнен витаминами. С давних пор применяется в народной медицине. Малина – незаменимый доктор. В одной маленькой ягодке малины огромное количество полезных веществ, которые собрала природа. Какие же лечебные свойства есть у малины? Давайте разберёмся. Она укрепляет иммунитет, тонизирует, стимулирует работу пищеварительной системы, улучшает аппетит, полезна для работы сердца. Малина – лучший помощник при простуде. Для этого используют отвар сухих плодов и варенье, и малиновый чай. Горячее питьё с малиной – это одно из полезнейших средств от кашля. Облегчает боль в горле, снижает температуру, успокаивает, способствует скорейшему выздоровлению. Сочную сладкую ягодку-малинку обрываю с веточек и кладу в корзинку. А потом бабуля сварит всем вареньем. Да, такое вкусное! Просто объедение! И зимой холодной, если вдруг простыну, мама скажет ласково – ешь, малыш, малину! Сегодня я рассказала вам про лесную малину. Вот она какая! Сочная, вкусная, ароматная, лечит, кормит и угощает десертом. А нам пора прощаться. До свидания, мои дорогие! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова